В воскресенье текстильщик принимал на домашней площадке игроков Ярославского шинника. Игра шла за выход в 1-16 финала Кубка России. Медведи и красно-черные показали достаточно ровную игру. Никто никому не уступал, и упорная борьба с ничейным счетом продолжалась все 90 минут основного времени. Судья назначил еще два тайма. В первую 15-минутку текстильщик взял инициативу в свои руки. Казалось, что ивановцы и устали меньше, и блеска в глазах у них больше, чем у соперника. Однако, даже самые опасные моменты у ворот шинника так и не увенчались голом. Студен готовился к серии пенальти, но этого не произошло. На 119-й минуте матча гости воспользовались неразберихой у ворот текстильщика, и Роман Вайдель отправил мяч в ворота. 0-1 таков итоговый счет встречи. Ишинник вышел в 1-16 финала Кубка России. Антураж, кубковый матч, но, наверное, все по сценарию так и получилось. К сожалению, не в нашу пользу, но после двух неудачных матчей, где я говорил, какие были проблемы, мне сегодня не в чем упрекнуть ребят. Это поражение текстильщика выглядит наиболее достойным. На фоне последних ребята боролись до конца. До последнего они не хотели уступать представителю ФНЛ. Дмитрий Парфенов такой настрой футболистов оценил. Если будет такая отдача, такая целеустремленность, такая игра друг за друга, где не 11, которые выходят, переживают, а переживают все, то проблем не будет в дальнейшем. Не только сыграли матч, но и устроили настоящий праздник для болельщиков, считает тренер команды соперника. Интрига тянулась до последнего. Все признаки сегодня этого праздника были налицо. Это очень здорово. К сожалению, мы в последнее время все это теряем. Частенько на матчах мало зрителей, да и уровень игры не всегда соответствует. Сегодня все соответствовало празднику. Ну, рад, что нам наконец-то удалось выиграть у хорошей, сильной, организованной команды. Фанаты Шинника праздник себе испортились сами. Весь матч они провоцировали болельщиков-текстильщика на конфликт. А после игры у фонтана рядом со стадионом и вовсе завязалась драка. По информации органов внутренних дел, 40 молодых людей были задержаны. После разъяснительной беседы их отпустили из отделений полиции.